Будет ли в Тамбове современный аэропорт? Куда можно будет улететь из нашего города? И вообще, комфортно ли девушке за рулем? Вот на такие темы будем говорить сегодня в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Светлана, мне вообще, когда я планировала, как соединить все темы в одну, из тех, о которых мы планировали с вами сегодня поговорить, нужно было бы что-то объединяющее, и у меня сразу всплыло название фильма «Небо, самолет, девушка». И мне кажется, это очень хорошо характеризует любое направление, про которое мы сегодня не завели бы речь. Как вам? Да, абсолютно точно. Этот термин очень часто и в интервью, и при встречах всегда со мной характеризует. То есть это вам уже привычно и комфортно? Абсолютно, да. Светлана, ну я тогда немножечко в какие-то лирические воспоминания, если позволите, вас с самого начала увлеку, потому что обычно о небе, о том, чтобы стать пилотом, ну это какая-то такая мужская мечта. Ну девчонки, наверное, больше хотят быть стюардессами, то есть это тоже небо, но иду я такая красивая, между рядами всем улыбаюсь. То есть вы красивая и вполне могли бы точно так же и в этом качестве себя реализовать, но вы выбираете, ну мне кажется, достаточно сложную специальность. И с точки зрения физических нагрузок, и с точки зрения организации инженерного мышления, ну вы лучше знаете, что нужно для того, чтобы стать пилотом. Как это получилось? Ой, Ольга, вы знаете, это как любые такие повороты судьбы, да, они происходят совершенно случайно, и ничего не предвещало и в моем случае. То есть я сама уроженка города Мичуринска и окончила художественную школу имени Герасимову, и подавала, собственно, большие надежды для руководителей художественной школы, и сама собиралась поступать в архитектурный институт и стать архитектором. Вообще другая история. Абсолютно, но в один день, вот как обычно бывает, да, какие-то судьбоносные встречи, судьбоносные события, в школе в восьмом классе пришел на уроки мой одноклассник, он сидел позади меня за партой и рассказал, что вот вчера я прыгал с парашютом в Горелом, собственно, в Тамбовском районе, ну как-то, знаете, все ребята, ну прыгал здорово, да, очень классно, и тут я, в смысле, прыгал, как прыгал, почему без меня прыгал, и я, естественно, говорю, Саша, слушай, отведи меня, пожалуйста, в эту секцию. Сейчас вот не знаю, но раньше эта секция, это еще 2008 год, она находилась в Мичгау, в Мичуринском аграрном университете, и он меня отвел в эту секцию, я начала прыгать с парашютом, сделала 25 прыжков, и вот в одном из дней на старте ко мне подошел пилот Ан-2, так называемый кукурузника, да, всеми известного, легендарного, и он заметил, что я как-то вот с неподдельным интересом постоянно вот смотрю, что же они там делают там за штурвалом, то есть у меня вообще первый мой полет, взлет, да, на самолете был вот как раз-таки, когда я прыгала с парашютом. Еще школьницей. Да, но эти полеты никогда не заканчивались посадкой, собственно, на самолете, потому что я всегда из самолета как-то раньше времени, да, выпрыгивала и уже приземлялась самостоятельно. Самая сложная посадка. Да, и мне всегда было интересно, что же они там такого дальше делают, как же можно управлять самолетом. Вот, и он мне сказал, что, слушай, если тебе будет интересно, вот есть в Рязанской области Сасовское летное училище гражданской авиации, и туда набирают вот девчонок, совсем недавно начали набирать. Можешь, конечно, попробовать свои силы, но это все-таки очень сложно, мужская профессия. Все, у меня после этого я забыла обо всем, о художественной школе, о профессии архитектора, то есть, ну все, у меня была единственная мечта поступить, и ради этого, собственно, я окончила школу экстерном, то есть я побыстрее хотела поступить, вот у меня так загорелась такая мечта, вот начиная с восьмого класса. И вот в 2010 году я поступила в Сасовское летное училище, окончила его, и вот так вот все пошло-пошло. Работала три года в Сибири, в государственном предприятии Красноярского края, Красавия. Там мы выполняли полеты внутри региона, по региону, и в том числе... Там большой регион, это вообще не развито. Конечно, и в том числе и в условиях Крайнего Севера, то есть такую мужскую, настоящую северную сибирскую работу я тоже прошла, можно сказать, такую школу своеобразную. Светлана, вы рассказываете, такое ощущение, что все складывалось вот благодаря, да, тут вам подсказали, тут вы пошли учиться. Были, а ведь наверняка были те, кто скептически относился к этой вашей идее и говорил... Абсолютно все. Я вам могу сказать абсолютно все. Потому что, наверное, из всех людей, даже в том числе в семье, мою такую авантюру, можно сказать, на тот момент, так все думали, поддержала только моя мама. Она меня поддерживала, она со мной вместе поехала проходить врачебно-летную экспертную комиссию, где в каждом кабинете каждый врач, каждый эксперт этой медицинской комиссии говорили мне, что это вообще не женская работа. Зачем ты туда идешь и так далее. Только мама меня поддерживала в этом. И, конечно, я могу сказать, что в школе меня тоже очень поддержали. Когда они узнали, что я хочу окончить школу экстерном, для того, чтобы поступить в летное училище, мне дали абсолютно такую путевку в жизнь, да, потому что они допустили меня к экстернату. И для того, чтобы я как можно скорее поступил в летное училище, осуществил свою мечту. В школе тоже все-таки сломились они под моим натиском, упорством, в желании стать пилотом. Пилотом, опять же, вы начинали с внутрироссийских рейсов, и вы стали пилотом одного из самых больших самолетов. Вы меня сейчас поправите. Вы стали рассказывать до эфира. Это что-то невероятное. То есть вы решили идти дальше. Это международные рейсы. Как? Опять приходилось лбом прожибать какие-то двери? Ну, простите за такую грубую стопухение. Да, ну вот на сегодняшний момент, конечно, женщин-пилотов уже довольно много. Ну, все, конечно, относительно, да, порядка, ну, смею предположить, порядка 150 на всю Россию, в принципе, на всех типах воздушных судов. То есть и в региональной авиации, и в международной авиации. И проработав три года в Сибири, я поняла, что мне нужно идти дальше. Но именно вот в этом периоде своей жизни я поняла четко, насколько необходима региональная авиация, вот эта связь региональная именно для людей, именно для граждан, которые проживают, например, в удаленных населенных пунктах в Сибири. Вот, и то есть с этим, как бы, я и пошла в своей политической, в том числе, повестке тоже на конкурсе, там, «Лидеры России. Политика». Потом я поняла, что для меня нужен дальше рост, что мне это необходимо, и я устроилась уже в авиакомпанию «Национальный перевозчик». Собственно, сначала я летала на самолете Airbus 320-321, также мы летали в Европу, по России, то есть в Сибирь, то же самое. И очень здорово у меня было, я летала в Красноярск, из Москвы уже, и всегда приходила в гости, когда мы туда прилетали. И потом я переучилась на Boeing 3-7, это действительно самое большое двухдвигательное воздушное судно в мире. Вот для тех, кто редко летает, поясните, какое количество людей у вас за спиной? За сколько человек в воздухе вы отвечаете одновременно? Более 400 человек на борту, и 12 человек членов экипажа, это бортпроводников, и либо два пилота, либо четыре, в зависимости от продолжительности рейса. То есть если лететь, например, в Соединенные Штаты Америки, например, туда полеты долгие, длинные, там мы уже летим четвером. То есть мы меняемся в полете, у нас есть специальная комната отдыха для экипажа, и вот мы по очереди отдыхаем. Светлана, еще немножко лирических вопросов. Когда смотрите на Землю с высоты, вот чего больше в этом? Это все-таки сосредоточенность на том, что вы сейчас делаете, да, вы понимаете алгоритм, что вам нужно сделать, либо это вот ощущение того, что весь мир под вами? Вы знаете, иногда, когда пролетаешь, вот какие-то такие лирические нотки во мне просыпаются, когда лечу над Сибирью, конечно, потому что эта красота неописуемая, вот эта тайга, да, либо когда пролетаешь над степью, то есть ты видишь с высоты, насколько мир большой, да, он такой просторный, да, то есть видишь все это издалека, и как у нас у пилотов есть такое выражение, а вот мой вид, да, из моего офиса, да, то есть вот это всегда светит солнце, всегда так красиво, всегда красивые виды. Вот, но в основном, конечно же, уже глаз, как говорится, привыкает, да, к этому уже больше относится как к работе, то есть когда, например, я летала в региональной авиации, то там романтики, конечно, было больше. Здесь все-таки пилот — это часть такой большой системы, да, то есть большого количества операционных процедур, которые мы выполняем в полете, взаимодействия с коллегой и так далее, то есть это уже такая работа-работа. Как восстанавливаетесь после работы? Как восстанавливаюсь? Ну, конечно же, такой сложный момент, jet lag, так называемый, да, то есть это часовые пояса, смена, да, то есть мы, например, летим в Лос-Анджелес, где минус 10, да, и потом мы летим на Камчатку, где плюс 9, и, конечно, это все равно как-то сказывается немножко, но мне кажется, что для пилотов, тем более, которые уже с опытом, а я считаю, что я уже опытный пилот в плане именно таких длинных международных перелетов, внутрироссийских, уже подстраиваешься, уже, то есть абсолютно такого дискомфорта я не испытываю, то есть я уже знаю точно, во сколько мне нужно лечь спать, чтобы проснуться, чтобы выспаться там перед рейсом следующим и так далее, вот. Рейсов на моем самолете, именно на Боинге 3-7, они достаточно длинные, то есть у пилота есть саннорма, так называемая санитарная норма, максимальное количество часов, которые он вылетывает за месяц, то есть, я не знаю, например, это 90 часов, и, например, в тот же там Лос-Анджелесе, я его привожу в пример, потому что наиболее длинный рейс туда-обратно слетал 24 часа, ну вот как вы думаете, сколько рейсов, 3-4 в месяц мы делаем, и поэтому уже, конечно, выходных дней достаточно много, и к этому я, собственно, и стремилась, потому что я понимала для себя, что я хочу развиваться и в другой деятельности, собственно, в которой я сейчас и развиваюсь, поэтому для меня, конечно, необходим такой гибкий график и большое количество выходных дней, что я и получаю, собственно, работая пилотом на трех семерках. Светлана, давайте теперь по другую сторону, это как раз то, что связано с российской авиацией сегодня. Я понимаю, что, наверное, ну не совсем правильно заставить вас сейчас отвечать за все, что происходит, за все эти макропроцессы, которые связаны в том числе и с количеством самолетов, которые у нас будут в ближайшее время, и с количеством рейсов, но тем не менее вы внутри всей этой системы, и вы понимаете, мы как люди, которые потенциально летали, летаем и можем летать, чего нам ждать в ближайшее время? Я точно так же, как и люди, которые летали, летают и будут летать, я, конечно, и в том числе, как и депутат, и как человек, который больше интересуется, потому что это все-таки моя работа, основная моя профессия, я думаю, что вся вот эта история с закрытием неба в Европе, в Америке, это все-таки такая временная история, потому что на сегодняшний день, когда страны Европы, Канада, США закрыл свое воздушное пространство, наше правительство приняло абсолютно логичные зеркальные меры и закрыло пространство над территорией Российской Федерации. Которая занимает одну шестую часть США. Конечно, и, естественно, это очень сильно уже наносит удар по экономике наших партнеров, потому что еженедельно, Минтранс рассчитал эти потери, еженедельно теряют европейские авиаперевозчики и вообще, в принципе, зарубежные авиаперевозчики теряют 37,5 миллионов долларов, не пролетая над территорией России, то есть вот именно идя в облет. И количество времени на облет увеличивается более двух часов, например. А эти полеты им необходимы, потому что, естественно, что и Европа, и Штаты, и Канада, она летает в Азию. И без пространства воздушного Российской Федерации им, конечно, не обойтись. Поэтому я думаю, что эти меры даже, я бы сказала, наверное, дурные отчасти, если говорить, что они, конечно, временные, потому что, когда уже начнутся считать деньги, сама стоимость билетов, естественно, увеличивается, увеличится расход на топливо, то есть из-за того, что приходится облетать пространство Российской Федерации, то, конечно, это все ударяет и по кошельку, в первую очередь, граждан этих стран. И они должны будут за это платить. Должны за это платить и грузоотправители и так далее. То есть это для глобальной авиатранспортной системы это сказывается очень негативно, и для экономики, собственно, этих стран. Что касается российских перевозок, то я думаю... Билеты на лето покупать, вот, на самолет. Я думаю, что сейчас стоит дождаться стабилизации, вот всей этой ситуации, да, и уже потом планировать, потому что, конечно, внутрироссийские рейсы никуда не уйдут. То есть точно так же, если вы хотите планировать отпуск на море, то у нас прекрасные есть пляжи уже в России, да, это и Крым, и Сочи, и она... Но аэропорты пока закрыты. Пока закрыты, поэтому я как бы и рассчитываю на то, что нужно этот период весь так потерпеть, да, то есть до стабилизации всей этой ситуации, и потом уже, конечно, спокойно планировать, потому что все-таки аэропорты закрыли для нашей с вами безопасности в первую очередь. Вот, и поэтому, когда уже вся эта ситуация стабилизируется, вполне... Мне кажется, что внутрироссийские полеты, они будут абсолютно спокойно выполняться, без проблем. Света, давайте теперь еще более узко. Тамбовский аэропорт и Тамбовское авиасообщение. Получилось, что буквально несколько месяцев назад у нас были предприняты шаги к тому, чтобы это дело развивалось. Я опять так очень просто скажу, да, были объявлены новые рейсы, сообщения с Калининградом, сообщения с Краснодаром, с Екатеринбургом было. Единственное, самолеты не так часто летали, может быть, как хотелось бы. Несколько самолетов в южном направлении, опять же, люди обрадовались и уже представили, как они могут летом очень быстро, буквально за пару часов, добираться до теплого берега. Вы, опять же, были среди тех людей, которые участвовали в принятии этих решений. Вам как кажется? Насколько реально, вот с учетом всех новых вводных, то, что Тамбов все-таки станет городом с активным авиасообщением? Это реально? Я думаю, что это не то, что реально. Это обязательно будет. И с Максимом Борисовичем Егоровым мы обсуждали эту тему, то есть с первых дней нашего знакомства, можно сказать, с первых дней нашего совместного сотрудничества. Мы обсуждали эту тему, и, собственно, его инициативой было открытие всех этих рейсов, то есть долгожданного сообщения, авиасообщения с Москвой, со столицей, и на сегодняшний день им ведется сразу несколько переговоров с наикрупнейшими инвесторами, то есть это, мне кажется, за всю историю Тамбовской области сразу три крупных инвестора, крупнейших, которые есть именно по строительству аэровокзальных комплексов, они хотят вложить свои деньги в Тамбов, в аэропорт Тамбов. И мы также его инициативу поддержали с моими коллегами-депутатами, то есть у нас в администрации Тамбовской области теперь создан департамент туризма и молодежной политики, то есть все нацелено на то, чтобы развивать внутренний туризм, и за время пандемии мы убедились в этом, что нам необходимо развивать свои просторы, и свой туризм, и привлекать в регионы людей, и в том числе в Тамбовскую область, потому что у нас край, конечно, просто замечательнейший, чистейшая экология, паломнические тропы, музеи, то есть здесь есть что посмотреть, и, конечно, в этом направлении ведется работа и будет вестись. Просто вот сейчас вследствие всей этой ситуации, и в том числе, может быть, вы знаете, я встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным в преддверии. Это отдельный пункт разговора, мне хочется его вот на финал программы оставить. Хорошо, и то есть уже был поднят вопрос по поводу развития именно региональных перевозок. На сегодняшний день властями Тамбовской области выделено 350 миллионов рублей на реконструкцию текущей полосы, которая у нас есть, но в перспективе, то есть если говорить конкретнее, то сейчас наша полоса длиной 2 километра 100 метров, и на нее могут садиться там не крупные самолеты, не такие, какие хотелось бы нам, опять же, но мы будем выбивать, и я считаю, что у нас это абсолютно получится, потому что с энергичностью Максима Борисовича Егорова, с моей в том числе настойчивостью, дай бог, это все реализуется, мы хотим увеличить длину полосы до 2400 метров, то есть она станет подлиннее, и в этом случае мы сможем пустить в регион бюджетного перевозчика лоукостер Победы, например, которые такие достаточно бюджетные стоимость билетов, и которые точно так же летают по всей России. Это абсолютно реальные планы, просто вот сейчас вот в этой всей ситуации, которая все-таки сейчас все, что происходит у нас в мире, то есть всеми известные события, они требуют мобилизации в принципе сейчас всей страны, и то есть сейчас все внимание привлечено к спецоперации, которая проходит на Украине, и, конечно же, было бы эгоистично, наверное, сейчас отвлекаться на какие-то такие вопросы внутренние, когда люди действительно, объективно говоря, ждали 8 лет, когда уже, собственно, закончится все, что там было. Не хочется о грустном, но, к сожалению, вот так и есть. Светлана, можно тогда еще несколько вопросов другого порядка, личного? Мы очень будем надеяться, что действительно ситуация стабилизируется, потому что не думать на перспективу нельзя. Это совершенно верно. Это не значит, что мы сейчас должны забыть про все и не думать о развитии, иначе развитие просто закончится. Еще один вопрос личного плана. А вам было когда-нибудь страшно в небе? Нет. Вообще ни разу. Вот вам дома бывает страшно? Вот это примерно так же. Я задумывала. Там в самолете мы проводим такое количество времени. Ну, кстати, дома было. Например, у соседей был пожар, и мне стало страшно дома. Ну, это у соседей у нас в самолете нет таких соседей. Ну, как вам сказать? Мы, на мой взгляд, боимся того, чего мы не знаем, да, вот так скажем. То есть, например, пассажиры боятся, когда начинается турбулентность, да, или они какие-то слышат посторонние звуки, там, что-то чего-то боятся. Но есть такие аэрофобы, да, которые действительно боятся летать, просто, да, дрожи в руках и так далее. Но я как пилот, да, я понимаю и физический смысл турбулентности, то есть от чего это происходит, да, и поэтому, то есть она началась, ну, как бы началась турбулентность и началась. То есть есть определенные процедуры, чтобы сделать все эти процессы немного мягче именно для пассажиров. Если я слышу какой-то звук, да, то я знаю источник этого звука, поэтому я его не боюсь, да, то есть там, например, на взлете бывают такие какие-то, ну, звуки, да, например, неприятные. Я понимаю, что для пассажира они будут немножко так подозрительно. Да, да, я знаю, что это у меня просто шасси убираются, да, в самолеты, то есть, ну, вот они издают такие звуки, и это абсолютно не страшно, это абсолютно нормально. Вот, поэтому нет, конечно, все объяснимо, это техника, и никаких таких страхов у меня никогда не возникало. Светлана, ну и в финале программы как раз вопрос, которого мы обещали коснуться, это встреча, которая произошла 8 марта. Наш президент Владимир Владимирович Путин встречался с девушками, которые как раз и летают, и обслуживают самолет. Вы были на этой встрече. Честно говоря, вот спустя какое-то время мне приходилось считать достаточно много материалов, которые говорили, что это все фейк, да, это все записано, девушки отдельно, президенты отдельно. Меня интересуют ваши личные впечатления от этой встречи. Встреча вообще была не 8 марта, ну, как бы, если уж точно говорить, да, потому что я как пилот и как депутат, я не могу дезинформировать своего зрителя. Она произошла 5 марта, в преддверии праздника, и, конечно, мы были очень даже польщены, наверное, что вот в своем вот этом графике, да, президент в абсолютно плотнейшем, да, графике, тем более связанной со всей этой ситуацией, принятие исторических решений, так скажем, он нашел время, чтобы поздравить девушек-пилотов с таким, ну, с международным праздником, да, с международным женским днем. И, конечно, я до последнего думала, что, возможно, эта встреча даже не состоится. И когда мы, ну, так, с девчатами уже собрались, уже начали общаться по поводу того, ну, какие вопросы мы зададим президенту, да, то есть для меня это, конечно, такие, такое событие, да, которое, возможно, случается один раз, да, и то есть увидеть нашего президента вживую, пообщаться с ним, это, ну, лично для меня это дорогого стоит, потому что я действительно его очень поддерживаю. И в том числе на этой встрече хотелось его поддержать в первую очередь, потому что принимая такие решения для любого человека абсолютно, тем более об этом убедил, что Владимир Владимирович очень такой прям вот наш, знаете, вот когда общаешься с человеком, да, стоишь, вот я к нему подошла, там, попросила сделать совместное фото, пообщалась там, то есть, ну, вот просто видно, что это такой человек с большой буквы, который, конечно, как и все мы, нуждается в поддержке, в принятии вот каких-то таких решений очень сложных. И когда мы с девушками, с пилотами обсуждали, ну, вот какие вопросы мы зададим президенту, мы все-таки сошлись к тому, что в первую очередь поднять тему военной спецоперации на Донбассе, потому что нас в тот день смотрела вся страна, и, конечно же, люди, которые смотрели нас, переживали за все вот эти происходящие события, и было бы, конечно, эгоистично полностью не затронуть эти темы, потому что нас смотрели и матеря, например, мальчишек-срочников, да, мальчишек, которые призывники, которому предстоит идти в армию, и, естественно, мы подняли вопрос по поводу того, будут ли призываться они в армию, да, на что у нас президент уверил, что этого не планируется, да, потому что у нас сейчас контрактники находятся на службе при выполнении спецоперации, то есть это была первая тема, затем мы затронули, конечно, тему развития региональных перевозок, и он обозначил этот вектор, что необходимо развивать и транспортную доступность наших регионов, и вообще связку наших регионов, и, конечно, для меня это было очень важно, и могу сказать, что и после нашей встречи, когда уже нам подарил Владимир Владимирович всем цветы, то есть вот, знаете, вот в такое сложное время всё-таки вот это настолько было по-мужски, я бы сказала, наверное, вот так, да, то есть вот с ним рядом стоишь и чувствуешь, что ты стоишь вот с мужчиной, он такой спокойный, выдержанный, вежливый очень, ну, то есть вот такие, ну, то есть о том, что это был фейк, конечно, нет, я не голограмма, я настоящая, и все девчат, которые там присутствуют, настоящие, и эта встреча, конечно, запомнится, и более того, я, конечно же, к нему подошла и сказала, что вот о том, что так получилось, что вот наша встреча наложилась на вот эти все события, но мне бы хотелось с ним очень пообщаться, именно конкретизировать, да, то есть при развитии региональной авиации я, конечно, хотела конкретизировать, об этом знали все просто, все девчата, которые со мной находились на встрече, они все говорили только про Тамбов, потому что я постоянно рассказывала им, как вот у нас там в Тамбове, как нам нужна полоса, как нам нужно развивать, об этом знали абсолютно все, даже в плотче следа журналистов, но я, конечно, я патриот своей малой родины, поэтому мы всегда говорим очень много и очень красиво, может быть, о том, что мы любим, да, и поэтому я и к Владимиру Владимировичу подошла с этой инициативой, он мне пообещал, что мы с ним еще обязательно увидимся и обязательно еще переговорим, поэтому буду рассчитывать на то, что он все-таки вспомнит, сделает, после того, как доведет до конца, да, вот эту сложную сейчас на него сложившуюся работу, да, которая сейчас выполняется на Украине. Ладно, большое спасибо. Знаете, что меня лично очень подкупило, это то, что человек, который, в принципе, не объездил, облетел весь мир, да, вот эти вот огромные полеты надо всем земным шаром, вы, тем не менее, остались патриотом Тамбова и с таким рвением говорите о том, что как здорово было бы связать наш город с другими городами, потому что Россия действительно большая, авиасообщение, ну, вот сейчас уникальный, наверное, шанс для нас развивать какие-то внутренние вещи. Поэтому спасибо, что вы остаетесь здесь и делайте какие-то шаги в этом направлении. Будем ждать нашей студии вас еще, тем более есть направления, которые связаны с вашей депутатской деятельностью, и я думаю, что уже в ближайшее время наши зрители смогут узнать и об этом. Напомню, что сегодня у нас в студии была пилот и депутат Тамбовской областной думы Светлана Слектина. Это было «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи. Продолжение следует...